11.07 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Светланы Занько. Яна Лапшина. Добрый день. Добрый день. У нас возвращение. Мы вернулись. Да, вас слушатели тоже с нашим возвращением. У нас сегодня две интересные темы. Я анонсирую тему второго часа. К нам придут две гости. Пока не буду их называть. А говорить мы будем о проекте «Атлас новых профессий». О том, что это такое, зачем это нужно. Но вообще уже кадровые специалисты сейчас говорят и заявляют о том, что родителям следует задуматься о профориентации своих детей. Потому что, как прогнозируют специалисты, около 200 новых профессий появится к 2030 году. И около 60 ныне существующих профессий вообще исчезнет. Вот узнаем, что это за профессии. Это специально для меня программа, я так понимаю. Конечно, это же мама, да. Ну, конечно, для всех наших ребят, которые участвуют в программе «Открывашка», они вот, все их родители вернее, вот настраивайтесь, пожалуйста, и слушайте внимательно во втором часе, о чем пойдет речь. Ну, а первым часом мы продолжаем тему, которую открыли в начале сентября. Открыли приходы, можно сказать, Игоря Васильева, который здесь в этом эфире, действующий губернатор Кировской области. Он заявил, что городу Кирову нужна большая новая концертная площадка, концертный зал даже. И он говорил, что такая площадка даст возможность крупным профессиональным коллективам, музыкантам, в том числе иностранным, приезжать в наш город на гастроли. Мы знаем, что Игорь Владимирович, он вообще большой поклонник и музыки, и театрального искусства, и практически не пропускает ни одно серьезное представление и концерт в городе Кирове. И понятна его заинтересованность. Поэтому после его заявлений сделали ряд эфиров, где опрашивали и слушателей, и экспертов на этот счет. А сегодня очередь дошла до целого министра культуры Кировской области Андрея Борисовича Скального. Добрый день. Добрый день. Значит, Андрей Борисович, я не знаю, вы следили за нашими эфирами или нет, но мы, тем не менее, будем приводить цитаты людей, вам понятных и известных, которые говорят о том, какая площадка нужна, нужна ли она вообще, и что мы потянем, так сказать. Но прежде всего хотелось бы, чтобы вы прокомментировали высказывание Игоря Владимировича Васильева, который сказал, что такая площадка нужна. А потом второе высказывание. Это была слушательница, которая буквально спустя два дня после заявления губернатора сказала, что да вообще все дома культуры, так называемые концертные площадки в городе Кирове, я не скажу за область, я в области не бываю, но это колхозные дома культуры, ничем не оборудованные, старые, скрипящие деревянные полы, и концертными площадками их назвать нельзя. Она таким образом поддержала предложение Васильева. А вы что скажете? Ну, в какой-то степени, наверное, нужно согласиться. Почему? Потому что, на самом деле, город давно ждал, надеялся и рассчитывал получить новый концертный зал. Но это время. Это сегодня время заставляет нас выходить на несколько другой уровень. Я, наверное, в части того, что старые, заброшенные, никому не нужные, не соглашусь. Почему? Потому что много лет сам занимался организацией гастролей, концертов в городе Кирове и в области. Но она не совсем критическая ситуация. Но, тем не менее, мы знаем прекрасно, что по большому счету в городе Кирове работают две концертные площадки. Одна и самая крупная – это Дворец культуры Родины. Там 900 с небольшим мест в зале. И площадка, которая является государственным учреждением культуры – это Вятская филармония. Там чуть менее 800 мест концертный зал. Я насчет устаревшее оборудование, не устаревшее – тут вопрос тоже очень спорный. Потому что по техническому райдеру, по техническому заданию приезжающий гастролирующий коллектив предъявляет определенные требования к звуку и свету. Поэтому невыполнение райдера влечет за собой отмену концерта. Это понятно, да, кто этим занимается. Они сразу скажут, что город Киров, прокатчики и площадки предоставляют тот набор требований, выполняют те требования, которые предъявляет артист. Это, ну, как бы безусловная, так сказать, история. И мы должны, обязаны это делать. Сегодня, если абстрагироваться от самих концертных залах, то у нас как минимум две компании, которые полностью соответствуют техническим заданиям гастролирующих коллективов. Это Имлайт, в первую очередь, и Олди Концерт. Они в состоянии поставить любое оборудование, любого качества, современное и прекрасно работающее. Надо поблагодарить еще раз компанию Олди, которая нам помогала праздновать наш юбилей пару лет назад. Я вспомнила тут, да, в связи с тем, что сегодня у московского эхо большой прием. Но давайте еще раз напомним нашим слушателям, что у нас существует опрос традиционный, и сегодня он посвящен именно первой сцене, первой теме. Случит он следующим образом. Существующие в Кирове концертные площадки, филармония, дома культуры и так далее, вас устраивают полностью, скорее устраивают, чем нет, вообще не устраивают и не знаете, вы туда не ходите. 35% на сайте Хакирова сейчас отвечают, не устраивают, на втором месте скорее устраивают, чем нет, а дальше не знают, туда не хожу. В ВКонтакте немножко иная ситуация, там 35, почти 36% говорят, не знаю, я туда не хожу. На втором месте вариант скорее устраивают, чем нет, 28% и с небольшим отрывом на третьем месте вообще не устраивают. 25% я должна сказать, что этот опрос, он не совсем новый, то есть поскольку мы уже говорили, да, мы в эфирах эту тему поднимали, Володя вчера вернул опрос от 26 сентября, чтобы люди продолжили голосовать. То есть это такой вот комплексный опрос, результаты за два дня, за два эфира. Ну, мы знаем прекрасно, чем занимается и компания Имлайт, и вторая компания, которую вы упомянули, они вообще работают в масштабах страны, особенно Имлайт, они в масштабах мира, можно сказать, уже работают, и, слава богу, не оставляют наш город, это очень хорошо. Однако сами помещения, названные в том числе вами, помещения Родины и филармонии, они, как минимум по акустическим данным, как нам говорят специалисты, в общем, современным требованиям уже не отвечают. Буду спорить. Родина действительно, он достаточно тяжелый зал акустический, а то, что касается большого концертного зала филармонического, это один из лучших залов России, поверьте мне. Почему так с уверенностью могу говорить об этом? Потому что встречался и общался с музыкантами, которые выступали в нашем зале, могу там даже фамилию определенную назвать, там, Жулен Петти, лауреат премии Грэмми, человек выходит на авансцену, ну, возвращаясь, так сказать, к техническим моментам, в райдере написано там несколько микрофонов, человек выходит, хлопает в ладоши, говорит, новый микрофон акустик, и мы понимаем, что зал его полностью устраивает. Этот человек, который получил премию Грэмми, это о многом говорит, поэтому, возвращаясь к оборудованию, которое стоит в филармонии, мы несколько лет назад приобрели и установили, на мой взгляд, одну из лучших, это не хочу, чтобы было воспринято как реклама, аппарат, акустическая система фирмы американской, Майер Саунд, вот, я там, широкому кругу слушателей будет понятно, если сравнивать, допустим, автомобиль Жигули и автомобиль Майбах, так это Майбах, лучше, пожалуй, в мире ничего нет. Другой вопрос. Решались технические задачи оснащения с качественным звуком именно зала филармонического. Поэтому там не 20 киловатт, не 40 киловатт, а там 7 киловатт хорошего качественного звука, который решает полностью задачи филармонических концертов. Я подчеркну, не эстрадных, не каких-то роковых, а именно филармонических. Но, тем не менее, этот аппарат позволяет, допустим, проводить концерты вокально-инструментальных ансамблей, джазовых концертов. Все эти мероприятия проходят на Майер Саунде, который стоит на сцене в Вятской филармонии. И это единственный зал, оборудованный таким качественным оборудованием, соответствующим потребностям, в общем, и выступающих артистов. Ну, если мы говорим о том, что это штатный звук, так это да. Вот сейчас Андрей Борисович филармонию так защищает. Я просто хочу сказать, что когда прозвучала история, озвученная Игорем Васильевым, что вот мы построим, может быть, неплохо бы построить большой концертный зал, снова появились высказывания, что, ну и слава богу, глядишь, на месте филармонии опять встанет Александр Невский собор. Ну, эта история не новая, она постоянно звучит. Так это еще на него нужны деньги. Это другая история, подожди. Нет, ну она такая, не свежая, что называется. Ну, мне сложно комментировать, потому что я сколько работаю, сколько живу, я это все слышу. Давайте я просто вот скажу. Мы в зале филармоническом последние несколько лет проводим концерты епархиальных хоров в рамках свято-трифоновых чтений. О чем это говорит? О том, что, во-первых, эта площадка востребована и епархией нашей в том числе, раз. А во-вторых, акустически она устраивает владыку. Мы с ним на эту тему разговаривали, и с удовольствием эти концерты хоровые проходят теперь на площадке филармонии. То есть вы угрозы в случае строительства большой концертной площадки, угрозы филармонии не чувствуете, не видите? Ну, вот мне все время говорят, ты неровно дышишь. А почему я должен неровно дышать к филармонии? Это 10 лет моей жизни и профессиональной работы, и творческой, если хотите. Для справки, коротко. Государственное учреждение культуры Вятской филармонии проводит в год более 800 концертов. Это, что мы называем государственные задания. Это первое. Второе. На наших концертах филармонических бывает более 100 тысяч жителей города Кирова и области. Но как можем мы говорить о сносе учреждения, которое реально работает и колоссальную отдачу имеет в городе? Мы сейчас проверемся буквально на полминуты. Не переключайтесь, продолжим здесь, в этой студии. Состояние домов культуры в областном центре и районах. Мы обсуждаем сегодня с Андреем Борисовичем Скальным, министром культуры Кировской области. Здесь студия Налопшина и Светлана Занько. Не забывайте про опрос на сайте хакера.ру в нашей группе ВКонтакте. Мы хотим понять, насколько вас устраивает нынешнее положение с концертными площадками в нашей области. И не забывайте также про телефон прямого эфира 211-101. Пожалуйста, звоните, если вы хотите высказаться или задать вопрос нашему министру культуры. Я хочу продолжить все-таки с того момента, на котором мы прервались, по поводу того, что станет с площадками, качество которых мы еще в общем только начали обсуждать. Но с существующими концертными площадками, это действительно там дома культуры, филармония, что еще у нас есть? Все, да? Больше нигде. Цирк, еще цирк, но это отдельная история. А если будет построен большой концертный зал, многотысячный там, я не знаю, насколько он может быть, большой концертный зал, и именно туда будут стекаться все заказы, именно там будут проводиться основные концерты, именно там будут проводиться, я так понимаю, что он должен соответствовать всем видам возможных концертов, и камерных концертов, и больших рок-концертов, вот что будет с существующими концертными площадками города Кирова, как минимум, если будет построен такой большой концертный зал. Вот этот вопрос сейчас я оставлю на Андрею Борисовичу, а мы примем телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Лея Сергеевна. Я бы хотела такое уточнение сделать, что у нас совершенно замечательные концертные площадки для любителей классической музыки и джаза. Это филармония и наш костел, где вообще выдающийся звук. Но у нас нет зала, достойного для проведения эстрадных концертов, которые проводятся в основном в Родине и в ОДНТ. Вот эти площадки совершенно неподходящие. А почему они вам кажутся неподходящими? Вас не устраивают технические какие-то вещи, или вам кажется просто, что мало места, там может быть, не знаю, неудобные кресла в конце концов? В общем, они устарели морально и физически. Там темно, там даже вот в ОДНТ, ну просто там, извините, пахнет туалетом. Там темно, там холодно, там неудобные кресла. И вообще даже стыдно перед теми артистами, которые приезжают высокого ранга. Ну там вот концерт Светланы Безродной, это вообще был полный позор. Или там терем квартета. Мне, например, было стыдно, мне лично. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Вот Илья Сергеевна, да? Вот видите, этот человек явно знает, о чем он говорит. Поддержала на твой вопрос. Тоже вся программа культурная, да, она ей используется полностью. Она бывает во всех этих залах. Ну, так что же. Ну, спорить не буду. На самом деле, то, что касается эстрады, это, безусловно, Дворец культуры Родины. Я уже сказал, что это самый большой зал по количеству мест, 940. Вот мне так кажется, что звук там отвратительный просто, Андрей Борисович. Акустика. Акустика самого зала непростая. Есть акустически заточенный, то, что называется, зал. А есть просто Дом культуры, построенный, ну, я не знаю, там для... Ну, мы знаем, что эта история, там, завод Лепси строил для себя, там в свое время проходили... Смотры, конкурсы, заводской самодеятельности, ну, и так далее, и тому подобное. То есть этот зал строился не для профессиональной работы профессиональных музыкантов, так скажем. Поэтому есть определенные сложности. Но еще раз говорю, что звук ставят профессиональные люди. И в большей степени, наверное, мы должны претензии тогда к ним предъявлять по звуку, по качеству звука, я имею в виду, чем все-таки к площадке. Потому что площадку мы не поменяем, а качество оборудования... Ну, оно решает многие вещи. Я, конечно, акустику имела в виду, да. Акустика, да, акустика сложная, сложная. Но таких залов в России, поверьте мне, очень много. Вот, а то, что касается проведения эстрадных, больших концертов, гастролеров, то, скажу честно, большой зал нам необходим. Нам необходим для чего? Во-первых, мы же понимаем, что каждый коллектив чего-то стоит. То есть это, в первую очередь, вопрос ценообразования. Не знаю, кто ходит в родину, тот понимает порядок цифр, допустим, на того же Григория Лепса или Стаса Михайлова. Давайте для тех, кто не ходит, все-таки озвучим, хотя бы приблизительно. Ну, смотрите, 5-7 тысяч рублей, ну, это дорого. Это портет. Это для, ну, понятно, что не в круг. Там балкон, может быть, и стоит 4,5, но хорошие места стоят дорого. 7 тысяч рублей, поход с супругой или супругом, 14 тысяч из бюджета семьи, наверное, это дороговато. А строительство и ввод в эксплуатацию современного, большого, пусть многотысячного, ну, там количество нужно обсуждать, думать, считать, ну, допустим, 2 тысячи мест. В 2 раза больше зал. Это дает возможность значительно снизить цену на билеты, потому что мы знаем, что гонорарная часть у артиста, она не меняется от количества мест в зрительном зале. Человек стоит, там, условно говоря, столько-то, ему по большому счету без разницы работать 200 мест, 300 мест или 1000 мест. Вот цена вопроса. Это очень важно, потому что это даст больше возможности к кировчанам, гостям города, жителям области приезжать на концерты в этот большой, новый, современный зал. А есть у нас вот это количество желающих, то есть, ну, вот Родина вмещает 900 человек, допустим. Новый концертный зал будет вмещательным, 2 тысячи или 3 тысячи. Мы соберем полный-то зал? Я думаю, соберем. Ну, как бы про деньги поговорили, но у нас ведь все-таки город почти полмиллиона населения, и интерес есть. Поверьте, люди любят искусство, любят концерты, любят музыку, поэтому, я думаю, он будет востребован, он будет заполнен и он будет интересен зрителю. — Если уж мы говорим, ну, то есть я-то все равно вернусь к своему вопросу, который я задавала, что будет с другими концертными площадками, в случае, если все концерты будут стекаться именно в этот концертный зал. — Ну, мне кажется, он один не потянет. — Вот смотрите. — Давай так на время, на два концерта. — Нет-нет-нет. Тут вот мы сейчас говорим о конкуренции в том числе. И если филармонические концерты будут проходить в филармонии, ничего страшного в этом не будет. И если там... Вот то, что называется симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, камерный, они привыкли работать на этой площадке, они работают на этой сцене. Есть определенные истории, есть определенные традиции. Площадки пустовать не будут. Это я вам говорю точно совершенно. Не хочется все вот переводить и сводить опять на деньги. Но мы же понимаем, что организаторы гастролей, те люди, которые привозят в Киров коллективы, они тоже очень хорошо считают деньги и, собственно говоря, будут выбирать, где финансовые условия будут лучше. — Ну тут же Андрей Борисович очень простая, на самом деле, арифметика. Вы сами сказали, что билет на такого артиста, как Лепс, который, прямо скажем, не назовешь звездой мировой величины, который ожидается в такой концертный зал, стоит 14 тысяч, например, на двоих. Это для среднего кировского бюджета просто непосильная сумма, ну разве что можно раз в год выделить такую историю и все. Я просто прошу прощения, хочу свою мысль довести до конца. То есть, в том числе, например, Руслан Мамедов, который тут комментировал в нашем эфире именно историю с финансами, он как раз говорил о том, что город не потянет, скорее всего, в связи с финансовым положением, общим уровнем достатка населения, не потянет большое количество концертов, дорогостоящих артистов, несмотря на их количество. Но вопрос ведь состоит еще и в другом. Если мы строим такую большую концертную площадку, о которой нам говорят, что она может стоить не миллиард, например, рублей, а может и больше. В частности, об этом говорил у нас в эфире Денис Крутихин, владелец и директор компании Кирвский ССК. Если это будет государственно-частное партнерство, то деньги, хочешь не хочешь, нужно возвращать. И, конечно, я вот опять третий раз к своему вопросу возвращаюсь. И, конечно, будут стараться максимально именно там проводить концерты, конференции и прочее. Хочешь, не хочешь, и из Родины, и из филармонии будут оттягиваться концерты. И уже в вашей любимой филармонии будет не 800, а 400. В Родине не 900, а 300. И как будут выживать тогда эти наши концерты на площадке? Ну, я тут немножко поправлю, Свет, потому что в филармонии как было 800, так и останется. Потому что это государственное задание, и мы не можем его вот так вот на раз-два сократить. Коллективы творческие, филармонические в этом зале, в новом, будут работать. Но, ну, так скажем, зачет-то пойдет все равно филармонии. Тут же вот эта штука-то такая. Мы сейчас говорим... Это в смысле? Они будут выступать в новом концертном зале, а деньги получат филармонию? А кто получит, если это филармонический коллектив? А, вот такая история. Ну, а как? Мы же сейчас говорим о концертах филармонии, не замыкаясь. Вот я, по крайней мере, поясню тогда. Мы не замыкаемся на одном концертном зале. Да, зал есть, большой зал филармонический, но мы также эксплуатируем. Да, слово не очень хорошее. Малый зал филармонический, который мы сделали несколько лет назад. Там 176 мест, и там проходят встречи с писателями, встречи с актерами. Малые камерные формы играют, там, кировские музыканты, джазовые. И он востребован, потому что 176 мест, это, в принципе, та публика, которая может прийти на вечер поэзии. Не две же тысячи людей, понимаете? Сегодня был упомянут зал органной и камерной музыки, который мы называем там костел, да? Орган-то ведь мы никуда не перенесем. И то количество концертов органной и камерной музыки с блестящей акустикой и с хорошим, замечательным органом Хуга Майер все равно они там же и пройдут. Филармонические коллективы работают не только на площадке филармонической, но и на площадках области. Поэтому я совершенно спокоен к этому, и мы не потеряем то количество концертов в государственных учреждениях, о которых вы как бы боитесь и спрашиваете. Нет, этого не произойдет. Мы примем сейчас телефонный звонок, после чего уйдем на небольшой перерыв. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Да, Андрей, высказывайтесь. У меня вот такой вопрос, вообще насколько реально вот эта вот мечта о большом концертном зале в свете тех бюджетных осигнований регионам, которые мы вчера увидели в рамках бюджета 2018 года. В Течне полмиллиарда долларов, в Дагестане миллиард долларов, русским регионам по 15 миллионов. Разжигаете, Андрей. Ну, извините, это факты. Я что ли это принял? То есть я тут хочу понять, вы за что сейчас беспокоитесь? Я просто... А хватит денег вообще на него? Хватит ли денег или что мало выделили Кировской области? Что больше беспокоит? Не сказать-то можно, у нас даже путепроводов в Чистой пруды нет. Все понятно, спасибо. Ну, такая история насчет денег, поговорим после перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Светлана Занько, Анна Лапшина и наш сегодняшний гость Андрей Скальный, министр культуры Кировской области. И мы к теме большой концертной площадки города Кирова вновь обратились. Давай с денег, ведь мы на них закончили. Мы на деньгах закончили, да. Наш слушатель Андрей сказал, что хватит ли нам вообще денег на содержание такой площадки и ее строительства, учитывая, что у нас даже путепровод в Чистые пруды. Вот. Все. Про дороги уже не говорят, заметь, уже конкретные называют объекты, да, путепровод, потому что они дороги. Дороги-то делают. Но вот еще раз, да, мы приводили уже цитату из нашего материала, из нашего большого эфира, который тоже был посвящен концертной площадке. Денис Крутихин, директор КССК, говорил о том, что нужен будет примерно миллиард рублей, чтобы построить такую площадку, докручивать можно бесконечно, ведь это можно как угодно наворотить. Там начинка еще дорогая должна быть, конечно. Там же еще парковочные места, благоустройство, начинка, там много-много чего может быть. Ну, примерно миллиард. И напоминаем слова Игоря Васильева, который говорит, что это может быть и частная инвестиция, и государственно-частное партнерство. Тот слушатель, который нам позвонил до перерыва, он, видимо, все-таки сказал, что государство-то в лице кировского правительства не потянет, потому что денег маловато выделили. А Крутихин говорил, что и история с частным каким-то там вливанием в такую концертную площадку – это большой вопрос. Отбивать придется там ни год, ни два, ни пять. То есть я, насколько помню, он назвал социальным проектом это больше, да, а не коммерческим строительство такого объекта. Ну, я проекта не видел, не знаю, и порядок цифр тоже не понимаю. Миллиард, может быть, вполне. Я видел объекты в России, которые и больше стоят, и со своей инфраструктурой, и с подземным паркингом, и с ресторанами, кафе и так далее. То есть если это будет такая история, то, вот как говорят, отбить будет легче, проще. Потому что несколько направлений, и как бы несколько направлений развития площадки, и по большому счету и окупаемости в том числе. Конечно, я думаю, что это будет серьезный, хороший, надеюсь, качественный, дорогой инвестиционный проект. Нет. И только, наверное, так он может реализоваться в Кировской области, в городе Кирове. То есть частные инвестиции. Скорее всего, да. Даже не государственная частная партнерская. Ну, пока, наверное, все-таки частные инвестиции. Но тогда нужно будет показать привлекательность этой площадки действительно инвестору. И здесь возникает мысль, мы с вами обсуждали достаточно подробно сейчас в этом эфире, о том, какова покупательская способность кировского слушателя, да, подобных концертов. И зрителей. Но ведь мы имеем в виду еще, что на большие, серьезные концерты, о которых мечтает Игорь Владимирович, здесь нельзя его не поддержать, я бы тоже хотела такого, да, на большие концерты и рок-групп, пожалуйста, и большие джазовые фестивали, и какие хотите, симфонические концерты. Конечно, люди приезжают из разных регионов. Абсолютно правильно. Они следят за тем, куда ездят, за расписанием своих любимых артистов, и на шнура приедут и в Москву, и в Казань, и куда угодно, или на какого-то другого. Это я так просто шнур всплыл в голове, и я последнюю афишу с ним просто видела позавчера в Москве, когда мы с тобой там были. И если такие артисты будут выступать в Кирове, то очевидно, что как минимум прилегающие области сюда поедут, да, а может и дальше. Игорь Владимирович уже говорил о том, что имея большую современную концертную площадку, мы попадаем в маршрут гастрольный тур больших коллективов. Вот о чем речь-то идет. И если коллектив, допустим, выступает в Казани, он совершенно спокойно может доехать до города Кирова и на следующий день отработать в Кирове, потом куда-то дальше по маршруту. Мы попадаем просто вот в маршрут гастролирующего коллектива, серьезного, большого. Наверное, ни для кого не секрет, что, как правило, серьезные коллективы, они едут не в один город, это крайне дорогое удовольствие, выстраивая маршрут по городам, которые находятся там. По пути. По пути. У нас очень красивое, правильное географическое положение у города. У нас и Нижний, у нас и Казань, у нас весь вот этот трафик на Урал, что называется, Пермь и Екатеринбург. Там хорошие большие площадки. Я мог бы поделиться, потому что много где был и, собственно, там знаком с руководителями этих площадок. Мы просто попадаем вот в маршрутный лист, и это очень важно, удобно, это правильно. Вот из этих соображений тоже я считаю, что эта площадка будет востребована и будет работать. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. У меня есть что сказать по поводу правильного географического положения и доступности на самом деле. Но это после уже того, как мы со слушателем поговорим. Добрый день. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр, здравствуйте. Я хотел бы вот сказать, весь вот этот разговор, который сегодня идет по поводу вот этого концертного зала, ну, прямо скажем, не очень как бы, ну, животрепещь. Вы понимаете, это все равно, что поставить дворец среди развалившихся всех этих домишек. Ну, какой смысл ставить такой концертный зал шикарный, когда город не готов просто к этому концертному залу. Город обшарпанный, страшный транспорт ходит. Вот губернатор сказал, что приедет какая-нибудь шикарная концертная бригада выступать в городе. Ну, и что, они приедут, посмотрят на этот город, скажут, о, Киров, он никакой город. А вот концертный зал построили красивый. А не стыдно вот ставить такой концертный зал при таком городе? Сначала город надо привести в порядок, а потом решать с концертным залом. Александр, можно я вам возражу? Да, подождите, пожалуйста, две минуточки. Ну, вы же понимаете, что процесс приведения города в порядок займет ни год, ни два, ни три, и, возможно, даже не десять. И все это время кировчане будут без хорошей концертной площадки и без возможности увидеть хороших артистов. Ну, я все понимаю. Ну, поверьте мне, даже если построят этот концертный зал, огромный этот, большой, ну, в первые, может быть, несколько месяцев там люди пойдут просто посмотреть концертный зал, потом он будет почти наполовину пустовать. Поверьте мне. Понятно. Спасибо, Александр, за комментарий. Ну, кстати говоря, меня не может не радовать, например, звонок Александра, потому что люди стали задумываться о благоустройстве города. Правда? Они теперь хотят жить в красивом городе. А Светлана, наверное, хотела задать вопрос про дороги, по которым поедут артисты. Я больше тебе скажу. Я хотела спросить про авиационные сообщения. Потому что дороги — это нормально. Да, конечно, артисты поедут по дорогам, а, скорее всего, да, или, по крайней мере... Ну, оборудование придут, да. Но если мы действительно возвращаемся к вопросу, и наш слушатель Александр правильно сказал, то есть все равно съесть какое-то количество концертов город Киров сможет, но большего нет в связи с финансовым состоянием своим просто. Если мы ожидаем сюда людей из других регионов, то наши соседние области, они могут по уже сделанным нынче дорогам приехать на машинках на своих, особенно если будет парковка шикарная у этого зала. А вот прилететь на самолетах за 7 тысяч билет туда-обратно, плюс еще, как вы говорите, 7 тысяч билет на артиста или 5, он станет дешевле. Но вот это все равно накладно. Тут уж правительство, я понимаю, не к вам, Андрей Борисович, вопрос, но тут уж правительству придется поработать над все-таки лоукостером. Хоть это обещает нам, кстати, в этом же интервью Василий говорил, что работает, но придется поработать поактивнее, потому что наладить надо будет авиасообщение точно, дешевое. Да, согласны, Андрей Борисович? А теперь к месту, собственно говоря. Филармонию мы отстояли в скале, стоял скалой. Он здесь вот в нашем эфире сказал, что филармония была и будет на своем месте, будет работать, и не надо никаких посягательств. А как вам история с возможностью размещения этого концертного зала на территории бывшего Квату? Это был лидирующий вариант нашего опроса, когда мы проводили большой такой эфир, даже два. А второй был, кстати, вариант очень интересный. Второй был вариант Заречный парк. А вам какое место нравится? Мне больше нравится Квату. Да? Обоснуйте. Ну, все же просто. Мы говорим о транспортной доступности, об удобстве. Там территория огромная. Поэтому, мне кажется, Квату. Однозначно. Ну, вот кроме концертного зала, наши слушатели там попросили, что вообще какой-то большой такой культурно-образовательный кластер внутри Большого парка. Вот они так себе это представляли. Да, конечно. Просто у нас сегодня разговор идет, там, тема концертный зал. Но мы же должны понимать, что он должен работать каждый день. Не концертный зал. Учреждение, если хотите. И я полагаю, что там должна быть не одна концертная площадка. Как минимум, должен быть малый зал, репетиционный, если хотите. Там должны люди приходить заниматься творчеством. Он не должен пустовать. Он не должен выполнять только одну функцию концертного зала. Это культурный центр, который должен работать, там, ну, грубо, там, с 9 утра до 9 вечера. И над насыщением программы, над жизнью вот этого учреждения нужно садиться и думать. Мы уже с некоторыми людьми начинаем думать в эту сторону. С какими вы этими людьми начинаете думать? Ну, вчера у нас такой предварительный, что называется, разговор, хотелки, да? Мы так это будем говорить, хотелки. С Георгием Андреевичем Барминовым. Молодежка должна быть. Коллективы там должны быть. Ну, в общем, некую концепцию мы, наверное, вместе, совместными усилиями подготовим и Игорю Владимировичу доложим. А Георгий Барминов, если меня не ошибает память, может, что-то уже изменилось за две недели, пока нас с тобой не было. Министр спорта и молодежной политики. Совершенно верно. Отвечает. Но тут еще образование, раз уж мы говорим о образовательных вещах, надо будет ему подтянуться. И это будет такая глобальная для вас задача, Андрей Борисович, практически вызов. Нет, это интересная задача. И выполнение и реализация просто это серьезное большое дело. Но вам нравится. Вы готовы? Мне очень нравится. Вы готовы. Хорошо. Мы сейчас подведем итоги опроса, который в течение этого часа проводили на сайте эхагирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Опрос звучал следующим образом. Существующие в Кирове концертные площадки вас устраивают или нет? На сайте Эхо Кирова полностью устраивает сейчас 51%. Как изменилась ситуация? Не знаю, я туда не хожу 25%. И остатки распределились между вообще не устраивает и скорее устраивает. Я должна сказать, что наши слушатели в группе ВКонтакте не так активно себя вели, как посетители нашего сайта. И все-таки по-прежнему первое место лидирует. Ответ не знаю, я туда не хожу. Ну, мне что-то подскажет, раз правительство начинает уже обсуждать, строить какие-то планы, то какое-то движение пойдет. Вот мне, я не знаю, опрос опросом, но, коллеги, прошу прощения, может быть, это не очень скромно прозвучит. Мы открывали 1 октября, уже традиционно в филармонии, концертный сезон 60-й, традиционно в Международный день музыки. И было так приятно, когда подходишь к филармонии, и люди спрашивают лишний билетик. Был такой аншлаг, и был такой успех. Поэтому я абсолютно спокоен за наши областные учреждения, и спокоен за нашего вятского зрителя. Он любит музыку, он любит искусство, и с удовольствием приходит на наши концерты. И то, что за время нашего эфира цифра устраивает, выросла там до 51-го, мне тоже это нравится. Андрей Скальный, министр культуры Кировской области. В дневном развороте мы первый час завершаем. Через 20 минут с Анной Лапшиной вернемся. До свидания.